В чем заключается принцип самоопределения? Как тебе совесть велит и знания, так и делай. Каким хочешь, таким и решай. Специально приходили в банк и писали с блестками. Банк сказал, заполняйте синий либо черный ручкой. Мы взяли ему там и перламутровый, и красный, и фиолетовый, и зеленый, и синий. С перламутром, и без, и с блестками, и без, по-всякому. Заполнили и отдали обратно. И они приняли. Я рад, что ты хочешь. Дальше что? Думать и хотеть это одно, а делать другое. Согласен? Ты сам себя слышишь. Ты услышишь сам себя сначала, а потом другим звонишь. Принцип самоопределения заключается в том, что ты сам определяешь, что для тебя хорошо, а что плохо. Они нажали тревожную кнопку, приехала Росгвардия. Конечно, завтра к тебе могут постучаться эти космонавты в дом. Ты хоть раз общался с космонавтами? У тебя никогда не получится пообщаться с космонавтами. Вот они не только в дверь постучат, но и дальше постучат. Дальше меня увидели, мне постучали. Слушай, ты не один такой. 99% так узнают. За это время исполнительное производство возбудится, и космонавты будут у двери стоять. Что ты добился? Ты что думаешь, написал и все, и забыл что ли? Что не контролируешь-то бумагу свою? А что ты их боишься, что ли? Молодец, я тебя поздравляю, ты поверил третьим лицам. Алло, Антон, здраве, Алексей. Привет. Мы с тобой уже как-то разговаривали. По телефону, может, месяца-два назад. Я тебя долго не отвлеку. Слушай. У меня вот вопрос такой по поводу, значит, того, когда пишешь, допустим, волеизъявление, или заявление, ну, не заявление, а вообще там, любые вещи, когда пишешь, себя каким цветом писать? Потому что тут все уже начали, кто влез, кто под ровно. Каким хочешь, таким рисуй. Принципы самоопределения. Знаешь, в чем заключается? Ну, самоопределение, как само, я так понимаю, что, допустим, ты вот написал самоопределение, или имил свою волю, там, и тут, и здесь. Нет, подожди, подожди, подожди. В чем заключается принцип самоопределения? Ну, вот с этим сразу не по влазу. В том, что ты сам определяешь, каким цветом писать. А ты мне звонишь и спрашиваешь, каким мне цветом писать. Это разве принцип самоопределения? Это принцип Антона определения. Согласен? Ясно. Ну, смотри, короче, получается, кто-то кричит, надо себя писать зеленым, кто-то, там, то фиолетовый, то красный, ну, синий, черный, понятно, синий. Ориентируйся, ориентируйся на свои знания и на свои внутренние ощущения. Как тебе совесть велит и знания, так и делай. Ясно. То есть могу писать зеленым, могу писать красным, как хочу. Ну, тебя что, кто-то ограничивает, что ли? Да нет, никто не ограничивает. Просто тут уже, как бы, тоже ролики смотрю всякие разные. И там суть, что. Да хоть с серобуром малиновым. Хоть с блестками, хоть это... Хоть как... Нет, ну, с блестками это уже слишком. Почему? Это не моя тема. Почему слишком? Мы писали, мы писали с блестками. Специально приходили в банк и писали с блестками. Ничего себе. Да? Это сильно. Да, вот по поводу банка. Смотри, вот такой момент. Значит, мне банк прислал официальный ответ. Ну, я там настоял, чтобы они его заоризировали. Печать поставили, значит, прописала мадам свою должность и полностью фамилия и имя, отчество, согласно 19 статье. И, значит, ответ такой, что банк мне выдал кредит в валюте 810 рублей. Прямо черным по белому написано. Вот на этой почве я хочу на них наехать, короче, закрыть счет и так далее. Ну. Чтобы не платить дальше. Как ты на это смотришь? Ты говоришь, я хочу наехать. И при этом говоришь, а как ты на это смотришь? Ну, я хочу услышать твое мнение. Я-то хочу наехать, но я твое мнение хочу услышать. Ну, я вот тебе и говорю свое мнение. Я рад, что ты хочешь. Дальше что? Ну, я так думаю, надо их обломать, чтобы не платить им ничего. Ну, думать и хотеть – это одно, а делать – другое. Согласен? Да, ну да, согласен. Ты хочешь, чтобы я думал о будущем действии или что? Да нет, ну, вообще как-то одобряешь такие вещи? Ну, одобряю, да? Нет, я здесь за одобрением, но у меня вопрос – ты одобряешь такие действия или нет? Ты сам себя слышишь? Слышу, да. Ну вот, услышь сам себя сначала, а потом другим звонить. Ясный, красный. В общем, там у меня вопросов в банку много, там очень много у них нарушений. Вот, я им уже выкатывал бумагу, очень там, ну, всякие разные. Они мне не предоставили информацию. Я заказывал, значит, мемориальный ордер, там, кассовый ордер. В общем, всю информацию, касающуюся, значит, моих данных, на которые я оформил кредит. Подожди, это все я слышал миллион раз. В чем вопрос? Да, вот, хочу, чтобы забабахать бумагу, чтобы они от меня отстали. Вот такой момент хочу сделать. Это я слышал. Вопрос в чем? Ну, вопрос. Интересно, получится у меня это сделать? Я вот так думаю, получится или нет. А ты хочешь услышать мой ответ? Ну да, мне не твое. Ну, я считаю, что ты узнаешь, получится у тебя это или нет, только после того, как ты сходишь и попытаешься это сделать. Да, но они там так мозги пудрят. Я им там месяц пороги отбивал, они там меня шаракались уже. Я им там все писал рукописным текстом, красной пастой, там, не спечаток пальцев им ставил, в общем, распоряжение им там давал. А они, короче, никак. И хотят мне документы предоставлять. Значит, плохо старался. У меня что-то все получается. Ну, я уже, блин, и статьи им приводил, и все. А они там, знаешь, отписки мне пишут. Первые три писали мне вообще там, Алексей Николаевич, Энн, вот это, подожди, это я все знаю, это я все слышал. Давай по делу, в чем вопрос? Так вот, вопрос. Вообще, значит, реально, вот это наказатель, если они мне написали то, что 810-м кодом выдали, значит, кредит. А сейчас 643 действует. Я не знаю, я никогда этим не занимался. Ясно. Ну, надо будет как-то позаниматься этим делом. Попробуй. Текст на составе. Я вот с Андреем перезванивался, который в Перми. Я знаю, ты с ним тоже контакт навел. Вот. И он там тоже идет по банковской теме, то он там немножко по другой, там по вексельной теме пошел. У меня еще ситуация такая. Я свой кредитный договор куда-то потерял, не могу его найти. Я бы тоже так, как Андрей бы сделал, вексель бы погасил и им бы отправил. Но у меня моего договора нет. И вот надо как-то с ними бороться теперь другим путем. Вот такой вот момент. Вот Андрей попер, короче, по теме векселя и оферту им там заряжает, короче, там, что это самое. Что если вдруг они там будут использовать его данные, будут должны куча бедаликов. Вот по теме векселя я не могу, потому что договор потерян. Если только дать им бумагу, чтобы, допустим, они вернули мне мой кредитный договор, оригинал, ихний, а я их выкуплю, а я его выкуплю по 810 кодусу, соответственно, по 643 кодусу, с конвертацией, вот такую если бумагу еще заведите, как думаешь? Не знаю. Пробовать надо. Ясно. Все надо? Ладно, скину я буду пробовать. Это все теория. Пока на практике ничего не получится. Ничего и говорить не о чем, да? Ну да. Фантазировать надоело, понимаешь? Все звонят, говорят, а если вот так сделать, а если вот так сделать, а можно вот так сделать. Да я знаю, что так можно сделать. Я и не такое знаю, что можно сделать. Но почему-то никто ничего не делает. Все звонят друг к другу и спрашивают, а что ты думаешь по этому поводу? А что ты думаешь по этому поводу? То, что я ничего не делаю, это как бы я пытаюсь что-то сделать, у меня уже куча бумаг, там пол дипломата, бумаг всяких разных с этими банками, со всеми делами. А, еще такой момент, я запрос послал, значит, в налоговую по почте, и мне пришел ответ, что кредитного счета у меня нет, а кредитный счет начинается на 455, а мне прислали, значит, ответ, что у меня счет открыт 408 и 423, и это счет физического лица. Вот такие вот делишки. И какой это тебе дало? Ну, вообще, по закону, как бы, банк должен ввестить налоговую, что оттуда такой-то, такой-то счет, правильно? Налоговую, короче, прислали бумагу, что кредитного счета у меня нет, который на 455 начинается. Ну, вот на этой почве, короче, там много всяких причин, всяких разных нюансов. Я хочу им составить большую-большую бумагу, и что они мне ответят. Вот такая вот кухня. Значит, говоришь, можно разные пасты писать, зеленый, красный, кроме черный и синий. Я же тебе говорю, мы специально приходили два с половиной года назад в банк, я специально купил разные наборы и разноцветных ручек, и желтых там, и всяких там, и фиолетовые, и всякие. И с блестками, и без блесток. И вот этими ручками... С блестками ручки я даже не видел. Есть такие разницы? Когда пишешь, и что, и перламутр остается? Ты думаешь, я что-то слышал из того, что ты сказал? Извини. Ты, во-первых, перебил меня, во-вторых, пытался что-то свое сказать. Ты ни меня не дослушал, ни свое не дал мне это услышать, что ты там хотел сказать. Не смысл в таком разговоре? Я понял, извини, немножко бегу вперед. Хотел спросить, то что, разве есть такая ручка, которая пишешь, и остается перламутр? Есть. Офигеть. Ты в магазинах давно не был? Да я в магазине-то был, но я такие ручки как бы и не спрашивал, и никто не предлагал. Я вот беру, там, допустим, фиолетовую ручку, красную ручку. Ну, теперь придется еще и зеленую взять. Какой хочешь, такой рисуй. Мне вообще без разницы, и любой ручкой могу рисовать. Ясно. А то некоторые говорят, что типа вот, значит, цвет имеет значение. Типа зеленый пишет, живой человек. Начинской докажут это на практике. Да вот, о том и речь. Я им тоже говорил, что надо все заказывать. Все нужно заказывать. Так же, как и с банками. Пусть докажут, допустим, что они мне дали денег. Нет документа первичной отчетности, что они мне дали денег, я расписался. И билеты банка на деньги не имеют все денежками. Вот этот цвет имеет значение? Мне миллион раз говорили. А я на практике доказал, что не имеет значения. Банк сказал, заполняйте синий либо черной ручкой. Мы взяли ему там и перламутровый, и красный, и фиолетовый, и зеленый, и синий. И с перламутром, и без, и с блестками, и без, по-всякому. Заполнили и отдали обратно. И они приняли. Да, понятно. А им деваться некуда, по-любому принимают. Не, ну они, им было куда деваться. Они нажали тревожную кнопку, приехала Росгвардия. Мы Росгвардии все разъяснили, а Росгвардия стала на нашу сторону. И им пришлось принять такую анкету. Нормально, отлично. Я все хорошо, тогда буду писать, как писал. Я все писал красной ручкой, красной и фиолетовой. Себя везде прописывал красным. Или волевизъявление, или банк на бумагу писал, или налоговую. А остальное текст пишут фиолетовым. Еще раз, послушай внимательно, не перебивай. Принцип самоопределения заключается в том, что ты сам определяешь, что для тебя хорошо, а что плохо. Вот это вот крошка-сын пришел к отцу и спросила кроха, что такое, Антон, хорошо, а что такое, Антон, плохо. Вот это что такое? Сам решай, что для тебя хорошо, а что плохо. Вот как лежит душа, как хочется рисовать. Я почему зеленый цвет выбрал? Да потому что у меня зеленый цвет был с детства любимый. Я начал везде рисовать, все писать зеленым. А сейчас вот хочу красным. Не знаю почему, вот хочу и все. Ясно. Все ясно, ладушки, хорошо, буду закругляться тогда. А если тебе, подожди, а если тебе кто-то говорит, что цвет имеет значение, так пускай докажут это. Документально. Допустим, мы отправили волеизъявление полностью красным нарисовано, не сработало. Отправили зеленым, сработало. Или наоборот, или фиолетовым. Одно и то же, туда же, по тем же мотивам, по той же сумме, как говорится. Пускай докажут это документально, на практике. Вот тогда поверю. Ясно, ясно. Ну вот, по поводу почты, короче, смотри, вот, значит, немножко еще себя отвлеку. Значит, я на почте оставил заявление, волеизъявление, вернее, их нему там начальнику, нарисовал там, красной пастой написал. То, что если ко мне, значит, будут приходить вот эти почтовые уведомления, которые оформлены не по правилам русского литературного языка, капслов, там и все такое, я принимаю, значит, все эти бумажки, а отказываюсь. И вот уже, наверное, штук шесть, наверное, судебных приходило. Я их просто выкидываю в мурму. И все. И, короче, не получаю я эти судебные бумажки. Ну и зря. Такие вот дела. Зря? Конечно, завтра к тебе могут постучаться эти космонавты в дом. Ну пусть постучатся. Они пусть докажут, как ты говоришь, надо доказать, пусть докажут, что я получал эту бумагу. Ни росписи, ничего нету. Я ничего не получал. А то, что они кинали в почтовый ящик, это... Ты что, подожди, ты что, не знаешь, кто такие космонавты? Ну это эти, как они. Ты хоть раз общался с космонавтами? Ну это эти, как они, ОМОНовцы или кто там? Я тебе еще раз вопрос задаю. Ты хоть раз общался с космонавтами? Нет. Кто это? У тебя никогда не получится пообщаться с космонавтами. А что ты говоришь, что постучатся космонавты тебе в дверь? Я так понял, там ОМОНовцы в шлемах. Так в том-то и дело, что они только постучать могут. У них единственное указывание, это постучать. Вот они не только в дверь постучат, но и дальше постучат. Ясно? Ну то есть, короче, могут выломать дверь, как ты в роликах там себя рассказывал о своей двери, да? Ну что значит могут? Ты что, не видел на фото, что ли, на видео? Я показывал, как они в дверь супер-болгарками. Офигеть. Кувалдой и супер-болгаркой постучали, двери не стало. Дальше меня увидели, мне постучали. Они не разговаривают, они только умеют вот этой физической силой действовать. Я понял. Ну, все равно, как бы, я бумагу на почте оставил, и вот эти уведомления не получаю, потому что оформленные они приходят не мне. Они приходят непонятно кому вообще. Табуретки говорящие, как ты говоришь. Такие делишки. Это мы с тобой знаем. А космонавты-то об этом не знают. Ну, космонавты об этом не знают, да, согласен. Надо еще, еще, я так думаю, бумагу понаписать, всем пора расслать. Вот. И еще такой момент, значит, вот по поводу банка. Значит, в январе месяце я обнаружил, что у меня со счета сняли там что-то около 300 рублей по судебному приказу. Я этот судебный приказ вообще в глаза не видел. Представляешь, какая ерунда? Он еще был оформлен еще в октябре месяце. И я даже ни с том, ни духом. Слушай, ты не один такой. 99% так узнают. Вот. И я хочу по этому поводу написать казначельство, пусть они проверят, короче, там судил этот приказ и еще такое. Вот надо текст составить правильно, грамотно. А причем направить сюда? Причем тут казначейство? Казначейство перешлет в этот максимум там председателю суда, либо судебный департамент. Ну, пусть там пересылает. Потому что судебный приказ и все это решение, это же Мексик. Стой. Пока ты напишешь, пока не будут рассматривать, пока будут пересылать, пока тебе придет отписка, пройдет два месяца как минимум. За это время исполнительное производство возбудится, и космонавты будут у двери стоять. Что ты добился? Ясно. Ну, я в суд уже отправлял бумагу, короче, этому, как его, ну, судье, который на этом участке закреплен, только, правда, одному отправил, а он, видать, в отпуске был. Судебный приказ подписал другой, но это я уже позже выяснил, после того же бумаги отправил в суд, что там написал возражение, чтобы, значит, отменили судебный приказ, ну, и все такое прочее. Вот. Ну, пока, пока тишина. Что значит тишина? В течение 10 дней отменяется. Ой, или 5, по-моему, 5 дней. Ну, я в банк звонил, ничего подобного. Ну, причем тут банк? Тишина, отмену приказов банк, что ли, писал? Ну, чтобы карту разблокировали, они заблокировали все. Они ничего не сделают, пока судебный приказ есть. Пока исполнительное производство есть. Понятно, что пока... Ну, так вот, я вот в суд описал этому физическому лицу в черной мантии, чтобы он там отменивал судебный приказ. Ну, пока ничего, никаких движений. Не знаю, может, еще раз написать? В смысле, еще раз. Ты что думаешь, написал и все, и забыл, что ли? Что не контролируешь-то бумагу свою? Позвонить им нужно, узнать, что-то есть. Нужно позвонить, ознакомиться с материалами дела. Кто вы... Ну, туда к ним надо идти. Если ознакомиться, это к ним туда идти надо. Ну, да. А что, ты их боишься, что ли? Нет, не боюсь. Что их боятся? Они же такие же люди. Просто предпринимательщики. Только в скафандрах. В скафандрах, точно. Ну, это точно. Так, ладушки, буду тогда думать. Сейчас туда составлю текст и отправлю кое-куда. А потом еще сгоняют за суд. Тебе надо было... Подожди, тебе надо было первое сделать, что? Ознакомиться с материалами дела. Написать более заявлений на ознакомление с материалами дела. Ознакомиться с материалами дела. Тогда ты узнал точную фамилию, кто вынес данный судебный приказ, номер судебного приказа. Определение бы увидел. И вот только потом, в течение 10 дней, бы написал волеизделения на отмену приказа. А если там еще исполнительное производство было, то и судебным приставом потом вот это постановление об отмене судебного приказа отправить. И потом сделать поворот исполнительного производства. А ты что-то все в мусорку, в мусорку... Ты свои уроки мусорку пикинул. Ясный красный. Ну, судей я узнал фамилию от банка. Банк мне прислал какую-то бумагу, там типа вот оплатить, там то-то, то-то. И вот там как раз была фамилия другая, не так, которому я отправлял возражения. Молодец, я тебя поздравляю, ты поверил третьим лицам. А если бы... Ну, поверил в банку, да? Такая... Причем тут бан? В банке могли элементарно ошибиться, где там какая-нибудь секретарша, и все. А ты сроки пропустил? Ясно. Да, сроки пропустил я уже давно, но судебный приказ 20 октября еще был вынесен, а я узнал об этом только в январе. Так что тут уже похеру, пропустил срок или нет. Нет, не похеру. Пускай докажут, что ты пропустил. Пиши волеизвение на ознакомление с материалами дела, это будет доказать с тем, что ты впервые ознакомился с данным приказом, вот именно тогда, когда ознакомился с материалами дела. Все, я понял. Хорошо, лазочки, буду работать в этом направлении. Подожди, могу разместить наш разговор для всех? Да, не вопрос, размещай, конечно. Добро, благодарство. Спасибо за просмотр! Субтитры подогнал «Симон»